Договориться о правилах игры, чтобы они были честными и понятными. Губернатор Станислав Воскресенский провел совещание с застройщиками Ивановской области. Проблем в отрасли много, но номер один это, конечно, обманутые дольщики. С Минстроем улажен вопрос о включении в программу достройки дома 31 по улице Рапфаковской. Но есть и другие объекты, которые к СУ-155 отношения не имеют. Там разная ситуация. Мы пошли навстречу, Сергей Михайлович Коробкин мне предложил сделать определенные поправки в законодательство. Мы их до конца года сделаем. О чем идет речь? Что в ряде случаев земельные участки для жилой застройки будут предоставляться бесплатно, без конкурса, если это касается, если предоставление таких участков помогает решить проблему с дольщиками. Другая проблема – новое аварийное жилье. И тут Ивановская область в лидерах по стране по переселению из Ветхого в Ветхое. Я, честно говоря, до приезда в Иваново даже не знал, что такой термин существует. Кто не знает, напомнит. Когда людей из аварийного жилья присылают в новый дом, переселяют, он уже тоже аварийный, хотя недавно построен. Там есть подрядчики из других регионов, мы об этом тоже поговорим с вами. Есть подрядчики из Ивановской области. Вот с этим нам надо заканчивать. Строят порой не только непригодное для жилья, а еще некрасивое и безвкусное. Пример тому, по мнению многих специалистов и не специалистов, областной центр. Облик Иванова изуродовали точечной застройкой в 90-е и нулевые. Мы сейчас вот с Владимиром Николаевичем вместе привлекли к разработке 55 гектар центра Иванова, архитекторов из России и Европы, чтобы они переосмыслили. Вместе с жителями вообще мы договорились, как мы хотим, чтобы город развивался. Нам с вами надо договориться о правилах игры, как мы вообще занимаемся, что где строим, какой высотности, какого стиля, какие архитектурные бюро работают. Это все надо обсудить. Вот далеко не полный перечень вопросов к строителям. Губернатор подчеркнул, что в регионе должны и будут работать местные специалисты, а не варяги. И правительство готово всячески поддерживать тех, кто будет строить качественно и на века. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.